Друзья, рады видать, если кто-то разом знал, мы все еще надолучились до проглядывания этого видео. Мои имя Юрий Бибик, и панцирь из Жирнов земной, вы все его чудово знаете. Сергей Олегович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий, привет всем нашим зрителям. Дорогие друзья, давайте не забыть подписываться на YouTube-канал Фабрика Новын. У нашего уважаемого гостя Сергея Жирнова есть свой Telegram-канал. Также, пожалуйста, подпишитесь, там весьма интересная информация. По крайней мере, я когда готовлюсь к эфирам, я всегда использую тот контент, который там присутствует. Сергей Олегович, давайте же начнем в какой-то степени с исторического события. Вот вчера, в субботу, Палата представителей все же проголосовала. Четыре проекта закона, среди которых и помощь для Украины. И вот они отправляются в Сенат. Джозеф Байден, между тем, призывает скорее уже решить этот вопрос, чтобы отправить ему на подпись этот законопроект. Ну, четыре законопроекта. И вот я хочу вас спросить, почему так долго? Что стало причиной того, что они все же проголосовали? Потому что до последнего были сомнения. И как вы считаете, как это может изменить ход боевых действий, повлиять на ситуацию на войне? Вы знаете, ну, во-первых, конечно, это хорошее. Не будем себя отказывать в удовольствии и сказать, что это хорошее-хорошее событие. Я с вами согласен, что, пожалуй, это событие года. Вот сейчас. Несмотря на то, что были какие-то значимые, допустим, атака Ирана на Израиль. Это тоже, в общем, было значимое событие, которым западный мир показал Путину, как с ним будут воевать, если он нападет на НАТО. Вот ему показали, что у него собьют 99% того, что там было запущено. И несмотря на то, что это будет стоить миллиарды или два миллиарда за одни сутки, западу абсолютно пофигу эта стоимость. Главное, что это будет эффективно. Так что проголосовали, то, что проголосовали, это хорошо. Я сейчас пока что не хочу никого обнадеживать, потому что это только начало. Потому что я вам опомню, что теперь, поскольку пакеты разделили, то все, что было проголосовано до этого в Сенате, не считается. И сейчас все это же надо утвердить в Сенате. Но считается, что в Сенате проще, потому что у демократов там большинство в Сенате. У них превосходство на два голоса, то есть в любом случае, даже если все, значит, все республиканцы проголосуют против, все равно законопроект пройдет, если все демократы проголосуют за. Поэтому это, в общем, формальность. Единственное, что у них там какие-то там каникулы, постоянно, целыми днями какие-то каникулы. Хотел бы я быть сенатором Соединенных Штатов Америки. Денег, куча, делать ничего не надо. Целыми днями каникулы. И только получаешь какие-то еще деньги от каких-то лоббистов и так далее. Ну ладно, это так у нас пошутили мы, как слегка про западную демократию. Нормально, все в них там хорошо. Ну, значит, во вторник вроде бы будет голосование ближайшее на этого пакета. Потом Байден его подпишет. Но самое главное другое. Потеряли шесть месяцев. На этом деле потеряли шесть месяцев. И еще будет потеряно месяца полтора, потому что пока все это дело закрутится, пока это все утвердят. Там еще ведь есть оговорка, которую, так сказать, на нее не очень обращают внимание. Вот в этой эйфории такой розовой все стали пускать розовые пузыри. А там оговорка, что в течение 45 дней правительство должно представить в Конгресс, значит, некую стратегию использования этой самой помощи. Это значит, что ее тоже могут рассматривать в комитетах каких-то, и там проволочки еще могут быть. Но я так думаю, что к середине июня вы все получите. И дальше я так для себя строю следующий график. В середине июня вы получаете всю эту помощь, потом ее надо будет оценить, потом надо будет построить стратегические оперативные планы. И с июля по октябрь начнется контр-раступление украинское с этой новой помощью. И вы отвоюете себя обратно, там 400 километров квадратных, которые вы потеряли с начала этого года. Завоюете, может быть, там еще что-то новое, может быть, разрушите Керченский мост, еще сделаете какие-то важные вещи. И к концу октября Байден доложит, что вот все, что он проголосовал, значит, закончилось там, ну, если не большой победой, то какой-то победой Украины. И дальше его перезберут, и, в общем, все, строго говоря, для этого и делалось. И, вы знаете, я не очень сильно на этом акцентировал, но, тем не менее, я проговорил в прошлом году, что у меня такое ощущение, что в прошлом году вам не дали специально ничего, потому что если бы вы победили в 2023 году, то это слишком далеко до выборов. Об этом вот в 2024 году все бы забыли, что Байден вам там помог, что Украина победила. Ну, вот все бы в Америке там смотрели, какой у них там цен на бензин, какая у них там инфляция, какие у них там испанские, ну, не испанские, в смысле испаноговорящие иммигранты к ним лезут из Мексики. И все бы про это дело забыли. И Байдену выгодно было, наоборот, сделать проволочки. Вот. И если мы так будем, от эмоций уберемся, да, а посмотрим просто на факты. Значит, вам практически в прошлом году давали там на половину или всего лишь на одну треть того, что вам нужно было для того, чтобы состоялось контрнаступление. Поскольку это что еще к тому же с задержками постоянными, россияне успели выстроить линию Суровикина, значит, царили, да, заминировали ее всю к чертовой бабушке, там, 1200 километров. И когда вам чего-то давали, уже было, во-первых, мало, и во-вторых, недостаточно, и в-третьих, уже у россиян была укрепленная линия. То есть получалось так, что, ну, конечно, сторонники теории заговора говорят, что это все специально делалось, вот, а я считаю, что это не то, что специально делалось, но, в общем, без большого желания делалось. Вот. А дальше началась игра, ну, просто вот такая обструкционистская обструкция последние шесть месяцев, а вот мы только что записали итоги недели с генералом СВР, он говорил даже восемь месяцев. Практически разговоры начались там с конца августа, вот, и с конца августа все, вот, идет это перебрасывание жареной картошки, это горячие картошки, как говорят по-английски, вот, от демократов к республиканцам. И у меня такое впечатление, ну, люди, так сказать, демократических убеждений и люди, которые поддерживают Украину, они говорят, ну, это Трамп во всем виноват, потому что трамписты, значит, устраивали пробуксовки, не давали ничего, устраивали, значит, обструкцию и так далее. Я вам должен сказать, что демократы в этом смысле, конечно, чуть-чуть меньше, но, в общем, их вина тоже в этом есть. И даже у меня такое впечатление, что вот сейчас, что демократы просто манипулировали Трампом специально, чтобы оттянуть принятие этих законов. Потому что я вам напомню, что вот сейчас их проголосовали четыре закона разных, да, а когда Байден их выносил в палату представителей, то он внес единым пакетом. И это было понятно, что он вот там в едином пакете всегда кому-нибудь чего-нибудь не понравится в содержании. И получается так, что он хотел продавить как бы это дело, но на самом деле это все дело заблокировалось, потому что кому-то нравится два пакета, кому-то нравится один пакет, кому-то нравится три пакета, ну вот мало людей, которым нравятся все четыре пакета. И таким образом получилось так, что, а Трамп давил, Трамп понял, что, значит, Байден играет на этом деле, а Трампом ведь на самом деле очень легко манипулировать, потому что вот те люди, которые говорят, ну, он там непредсказуемый, никогда неизвестный, о чем он думает и что он сделает, это правда, он человек эмоциональный и под влиянием эмоций, он может там сказануть чего-нибудь такое, каждый раз какой-нибудь там с потолкачивания снять. Но на самом деле Трампа манипулируют очень легко, потому что он нарцисс, он очень себя переоценивает, и если ему делать, вот давить на те болезненные мозоли, которые у него есть, то его реакция вполне предсказуемая, и в этом смысле у меня вот сейчас создается впечатление, что демократы специально объединили это в единый пакет, чтобы спровоцировать Трампа на обструкцию и таким образом оттянуть все это дело, потому что Байдену слишком рано, невыгодно было, чтобы Украина начала побеждать слишком рано. Ему вот сейчас идеальный для Байдена вариант проголосовали, май-июнь поставки, июль-октябрь наступление, украинское контрнаступление, победы какие-то, отвоевание каких-то важных позиций, и он выходит весь в белом и пушистом, все в дерьме, а он, значит, это самое, и его переизбирают. Вот такая схема вырисовывается, и Трамп в этом смысле, вот мне говорят, ну, в вашей схеме не укладывается Трамп, потому что он же, так сказать, отец же не в пользу Трампа, но я вам объяснил уже, что Трампом легко манипулировать, то есть если ему надавить на правильные точки, то он может делать вещи, которые даже ему не выгодны. Сергей, во-первых, это очень интересная мысль, но позвольте уточнить, дело в том, что, помимо прочего, Палата приняла еще один весьма важный законопроект, и он касается конфискации российских активов. Сегодня в России, или даже вчера в России уже отреагировали на это, значит, Песков сказал, если это правда, если это подтвердится, если действительно под угрозой российские активы, Вашингтон за это все ответит. Но я, вы знаете, где-то слышал такую весьма интересную мысль, что, ну, как бы, вот Ахиллесовая пята, самое уязвимое место Путина, это бабло, это деньги, то есть он ни на что так не реагирует, как на деньги. Вы с этим согласны? Да, я с этим абсолютно согласен, причем он реагирует абсолютно эмоционально, он нерационально реагирует, потому что, ну, строго говоря, вот посмотрите, то, что американцы проголосовали, это 6 миллиардов. Что такое 6 миллиардов по сравнению с триллионом, или с тремя, или с пятью, или с семью триллионами, которые из Российской Федерации были выведены за все 30 лет разграбления этой страны. То есть, на самом деле, это копейки какие-то. Но, вот вы видите уже, какой поднялся хай, значит, и Песков высказался, и Лавров высказался, и, значит, все эти там пропагандисты, и Захарова. Ах, 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 как же это самая частная собственность. Им напоминают, а как вы Ходорковского разделили на 15 миллиардов, да? А как вы Сергея Пугачева разделили на 15 миллиардов? Где у вас частная собственность? А как вы Березовского разделили на его 10 миллиардов? А как вы Гусинского разделили? Да, и как вообще вот там, я не знаю, там пенсионера вы любого раздеваете? То есть, на самом деле, никакого отношения к уважению частной собственности в Российской Федерации нет. И поэтому, чья бы кобыла мочала, как говорил Путин, их бы кобыла лучше бы молчала бы. Вот, и в этом смысле американцы поняли, на что надо давить. Кстати, не только американцы поняли, французы тоже поняли. Потому что вот эта история с дискацией виллы, значит, бывшей путинской семьи, бывшей путинской жены, это вообще мелочок, это 5,5 миллионов. Кстати, она стоит уже 2,5 года закрытая, там никого нету, там она вся исписана факами и украинскими флагами. Ну вот, и там туда никто не ездит. И на самом деле она принадлежит даже не Людмиле Путиной, которая стала, кстати, Людмила Очередной, а ее мужа Артура Очередному. Но вот это на Путина как красная бумажка, потому что, во-первых, это его копеечки личные, во-вторых, это его бывшая жена, которая нашла себе, значит, жеребца, которая на 20 лет моложе Путина, доказав таким образом, что старый перду, но еще в постели ничего не может делать. А вот молодой парень, значит, может вполне заменить его, и она с ним счастлива. И это, конечно, французы поняли и специально это сделали. То есть это, я так думаю, что... Ну, во Франции, конечно, юстиция не так, чтобы вот прям позвонили там из Елисейского дворца, и сразу же это состоялось. У нас все-таки юстиция независимая. Но из Министерства юстиции позвонить могут. Из прокуратуры позвонить могут. И хотя у судей, естественно, независимое положение юридическое и процессуальное, но тем не менее учитывать мнение министра юстиции и учитывать мнение генерального прокурора, они таки учитывают. И это, конечно, тоже правда, потому что, в общем, и то, и другое, это совсем копейки для путинцев. 5,5 миллионов или 6 миллиардов у американцев, когда в Европе, кстати, арестовано 200 миллиардов. То есть так тихо, спокойно, в 30 раз больше, в 35 раз больше. И тем не менее они какую вонь подняли уже в Российской Федерации по поводу этих 6 миллиардов. Они поняли, что на самом деле, если паровоз пошел, то его уже не остановить. Вы знаете, я, прежде чем перейти к теме затворничества Путина, хочу вас еще спросить о том, о чем вчера «Политика» написал. Значит, издание пишет, что в Украину, в посольство Соединенных Штатов будут отправлены новые военные советники. Для чего? Это уже мой вопрос. То есть я понимаю, что в пресс-элизе можно писать о чем угодно. Они будут, я не знаю, что-то советовать, что-то там делать, чем-то заниматься и все такое. Но вот в действительности о чем здесь может идти речь? Очень важная вещь – это продвигать в стране, от которой вы зависите на две трети по военной технике, работать с лоббистами, работать с теми, от кого зависит общественное мнение, от кого зависит Конгресс, от кого зависит принятие полиполитических решений. Это очень важная вещь, в которой, с моей точки зрения, МИД украинский недорабатывал. И вот, судя по всему, это дело все поняли. Это понял Офис Президента, это понял Зеленский, это понял Кулеба. И поняли, что нужно целую армию, ну, если не армию, то, так сказать, серьезную силу дипломатическую направить, потому что одно дело, когда вы на уровне Зеленского, то есть я думаю, что раньше было ощущение, что вашим главным дипломатом является Зеленский, потому что вот он может набрать номер телефона, и трубку снимет Байден, трубку снимет кто угодно в мире, кому бы не позвонил Зеленский, трубку снимут. Вот, а если звонит Кулеба, то могут сказать, то у нас что, вот здесь заняты мы немножко, перезвоните там, типа, завтра, а завтра скажут, а у нас еще какие-то переговоры, перезвоните послезавтра, министр уехал, вот сейчас там Блинкин, по-моему, опять в какие-то, он же летает целыми днями по заграницам, вот, а когда Кулеба скажет, что, ребята, вы за кого меня считаете, чего у вас у этого самого Блинкина мобила, что ли, нету, да, типа, почему я ему должен в офис обязательно звонить на фиксированный телефон, то есть мы же не в 20 веке живем, да, вот у меня есть даже номер его мобильного телефона, но он его не снимает, я ему оставил сообщение, а он не снимает и говорит, что это, извините, много, большая загрузка, вот, то, в принципе, конечно, все понимают, вы знаете, это в Европе понимают абсолютно все люди, которые работают с Европейской комиссией, в Брюсселе есть, кстати, легальная деятельность, которую надо, кстати, декларировать точно так же, вот, как в Российской Федерации, в качестве иностранного агента, то есть надо себя декларировать, как человек, который ведет лоббистскую деятельность с парламентом и с Европейской комиссией, вот, но, в принципе, такие там люди есть, которые за деньги просто проталкивают проекты, потому что они знают, как работают, вот, они знают, как работают комитеты, кому надо подойти, кто председатель комитета, от кого зависит, что вы поставите вот этот вопрос не через три недели, а вот сегодня поставите, сдвиньте график, заставите принять решение, не просто поговорите. И вот мне кажется, что вот это, наконец, поняли в МИДе и в офисе президента и отрежают людей, я надеюсь, эффективных, которые могут, смогут работать, зная, вот, как все это дело работает. Очень интересный анализ провели журналисты издания агентства, и вот я хочу часть процитировать из этого, они пишут следующее. «Путин перестал покидать Кремль и резиденции после выборов. Переизбравшись, он вернулся к образу жизни, который вел до начала избирательной кампании. Он снова редко покидает Кремль и свои резиденции. За последние две недели в графике президента не было ни одного выездного мероприятия». Так свидетельствует анализ издания агентства. О чем эта новость? Что происходит? Почему он себя так ведет? Это новость о том, что Путин стал обратно настоящим Путина, потому что Путин очень не любит публичность, на самом деле. Это говорят все люди, которые с ним публично работали и которые долго с ним работали. Они говорят, что он научился это делать, он научился говорить, он научился ходить, пожимать ручки и так далее. Но это видно, что этому не доставляет удовольствие. Потому что когда вы органичны в медийном пространстве, то зритель это чувствует. А Путин неорганичен в медийном пространстве. Видно, что он зажат, видно, что он может выходить только на те мероприятия, где подготовлены вопросы, где все заготовлено, где все его любят. Как только человек ему задает какой-то необычный вопрос, он сразу начинает нервничать, рассказывать про обрезание какому-то журналисту. Помните, в 2003 году, чем шокировало абсолютно всех людей. То есть у него на самом деле очень неприятная реакция личная на незаготовленные, неподготовленные вопросы в публичном пространстве. Плюс он чрезвычайно боится людей, которые приходят с какими-то просьбами, с какими-то проблемами. Вот эти самые 40 затопленных регионов, там люди плачутся, у нас там все, там трупы, значит, по рекам плавают, вот нет воды, там, я не знаю, ТИФ уже скоро будет, там холера. Вот, Путин, помоги, Путин, помоги. А Путин им говорит, да пошли вы в задницу, вы мне неинтересны все. Вот, мне вообще, вообще до вас, ну, с большой горки, с большой колокольни. Вы, кстати, сказали, вот там Кремль и резиденции, на них никакой Кремль он не ездит. Он сидит в Новоогорёво, и всё, и там Алдай, Новоогорёво, в Сочи, и Алтай, там, когда нужно искупаться в ванной из крови моралов, там, и с шаманами, там, очередного какого-нибудь, там, жертвоприношения сделать, в Шойгу. Вот, и всё. В Кремль он не ездит, он не ездит, никакие заседания, для него это, ну, так это ему плохо, и поэтому у него реально есть двойники, которые вместо него, куда-то там, в Азербайджан, куда-то, к каким-то сумасшедшим девицам, которые, там, целуют вас во все места, вот, и готовы разорвать вашу рубашку, как у Джона Леннона, хотя Путину, в общем, до Джона Леннона, Леннона очень далеко. И, конечно, как только прошли эти выборы, ну, условные выборы, мы понимаем, что никаких выборов не было, что всё нарисовали, но, когда идут выборы, есть какая-то процедура, и вот ему говорили, там, всякие, там, кириенки, что вот надо там, где-то там тусоваться, надо с этими людьми встречаться, и Путину, понятно было, что это пофигу, но вот надо, значит, надо, он же такой совковый человек, вот, если уж надо, то надо, ладно, бог с ним, вот, сейчас всё это закончилось, и всё, он говорит, что нет, вот, ребята, вот выборы раз в 6 лет, вот один раз в 6 лет, я могу там пару месяцев с кем-то там потусоваться, куда-то там поездить, всё, вот теперь до следующих выборов, я никуда не ногой, я теперь буду только в Новоогорёво, на Валдае, и там это самое, в Сочи, в Сочи, в Бочарово-фручей, но Сочи он боится, потому что слишком близко к Украине, потому что когда вы там треть потопили военно-морского флота, когда уже там в Туапсе прилетает, когда уже там летают у вас беспилотники на 3000 километров, он в Сочи боится, вот, а вот Валдай там и Новогорёво, это ещё более-менее нормально. Вы вспомнили об этих паводках частично, хочу ещё буквально в двух словах расспросить у вас о том, на что это может повлиять, влечёт ли это за собой там рост протестного потенциала, или людям в принципе плевать, и для них самое главное там спасти свою жизнь, какое-то имущество, чтобы не разворовали то, что оставили дома, мы там будем, не знаю, критиковать местную власть, министра этого Куренкова, или как у него фамилия, и всё, Путин спаси, мы к нему обращаемся, а Путину плевать абсолютно, вышел Песков сказал, да ему, ну вот, заволировано, плевать он на вас всех хотел, но всё равно Путин наш бог и царь, ну так это выглядит, по крайней мере, я не знаю. Ну, потому что, во-первых, есть очень много идиотов, раз, во-вторых, есть много людей, у которых просто плохое материальное положение, то есть они просто зависят от государства на 100%, вот у меня был очень интересный разговор в этом смысле с Глебом Пьяных на утро февраля, когда он показал такую картинку, вот там же в тех же самых местах, там такой типа Руглёвки где-то, я уж не помню, под каким-то городом, но не дворцы, вот не совсем не дворцы, но просто такие приличные себе коттеджики, приличные себе домишки, то есть там люди такие миллионеры, не обязательно долларовые, ну то есть люди, которые могут построить себе дом за 2 миллиона, за 3 миллиона, за 5 миллионов, за 10 миллионов рублей, хороший дом, будет вполне себе вот такой, как у нас на Западе, значит, вот в любом пригороде любого крупного города, вот там под Парижем, под Леоном, под Марселем, там где угодно, где живет такая средняя буржуазия, средний класс, и вот там у них грозило этому, их коттеджному поселку затопление, и они просто собрали все, у них деньги есть, судя по всему, они, конечно, не миллиардеры, это вот не там, не Дерипаски, не Абрамовичи, не Потанины, это вот не это, там просто люди работают, у них какие-то предприятия, у кого-то там акции есть, кто-то занимается какими-то своими, реальными делами, то есть свои миллионы у них есть, и они просто взяли и себе насыпали дамбу сами, без всякого, без всякой власти, без всякого Путина, без всякого губернатора, без всякого там, никого угодно, просто сложились, пригнали технику строительную, и построили земляной ров, который защитил, вот на 3 километра, значит, построили этот ров, который защитил вот их поселок конкретно от всего этого дела, вот так действуют люди, у которых есть голова на плечах, деньги, и независимость, а все остальные зависят от государства, у них нет денег, вот у них деньги есть еще на дом, на коровку, там на курей каких-нибудь, а вот, ну все, если идет река на тебя, да, там вот здесь прорвало плотину, то что ты с ними сделаешь, да, тем более, что еще застройка ведь была, та еще, да, когда люди за взятки, там с мэрами, с губернаторами, договаривались, деклассифицировать какую-то территорию, которая считалась незастраиваемой, и сделать ее, значит, сделать ее пригодной для застройки, но все прекрасно знали, что при следующем паводке вода придет, и все даже затопит, а если, не дай бог, большая, то вообще всех смоет, и всех, это самое, но люди не думают на вырост, у нас, кстати, во Франции такая же ситуация и бывает, у нас, кстати, такое было в прошлом году, с ноября по, и по январь этого года, вот в конкретных регионах, на северо-западе Франции, у нас тоже там несколько рек, просто вышли из берегов, потому что обильные слишком дожди осенние были, и затопило там кучу тех поселков, которые построили там, где не надо было ничего строить, потому что это бывшие заливные луга, а заливные луга, они потому и заливные, что их заливало, люди не помнят даже, вот как это там строилось у наших предков, вот, и Путину, вот эти люди, они ничего другого не могут, поэтому, вы помните, в этом Ворске, они собрались у памятника Ленина и кричали, Путин, помоги, вот Путин, помоги, вот они все еще, и поэтому меня спрашивали, ну, выйдет ли из этого какой-нибудь протест, из этого выйдет протест тогда, когда они снесут памятник Ленина в Ворске, и будут кричать, Путин, мы тебя повесим, значит, мы идем в Москву, как Пригожин, для того, чтобы тебя повесить на Спасской башне, вот, или там в Монзарии Ленина тебя закопать, вот, когда эти люди начнут такие лозунги кричать, вот тогда будет понятно, что они уже созрели для революции, а пока что они кричат, Путин, помоги, это означает, что они не готовы взять свою судьбу в свои собственные руки. Сергей Олегович, в заключении хочу вот о чем спросить, мы с вами довольно много обстоятельно обсуждали такую персону, как Екатерина Дунцова, она позиционировала себя как кандидат в президенты Российской Федерации в рамках так называемых выборов, мы знаем, что ее просто не допустили к этим выборам, то есть даже ее испугался Кремль, Путин и так далее, и вот сегодня в Екатеринбурге у нее была встреча там с людьми, должна была быть, почему должна была быть, потому что пришли силовики, под, я не знаю, предлогом наличия или присутствия на этой встрече лиц с экстремистской деятельностью, как они сообщают, и разогнали, в общем, к чертям все это. Я знаете, о чем подумал? Слушайте, ну прошли эти так называемые выборы. Изначально понятно, кто победил. Победил уже Путин на этих выборах. Чего он боится? То есть какую угрозу Екатерина, прости Боже, Дунцова несет Путину? Огромную угрозу несет она Путину, потому что Путин понимает, что у него на самом деле нет никаких 82%. Я вам 125 тысяч раз уже говорил, что Пригожин уже провел настоящие выборы в прошлом году, и 23-24 числа за Путина не вышел никто голосовать. И поэтому даже, прости Господи, Дунцова для Путина – это огромная опасность. А Надеждин так вообще был просто убийцем. Его поэтому, вот когда они его допустили к сбору подписей, и вышло в дом 211 тысяч человек поставить за него подписи, за никакого Надеждина, за никакого. Они ставят ведь не за Надеждина, они ставили против Путина. И тогда испугались, и этого Надеждина дальше не пустили, потому что иначе был бы второй тур как минимум. Вот, и Дунцова в этом смысле тоже правильно, потому что надеялись чего? Что ей дали, так сказать, послали месседж, что типа девочка поигралась, хватит, вот тебе это самое, там ей, как это, Элла Панфилова ей сказала, ну ты еще девушка молодая, у вас еще там все впереди. Вот, и она ей послала месседж, что типа вот если ты не хочешь оказаться там, где сидит Яшин, где сидит Карамурза, где Навальный, то ты заканчивай вообще с этой политикой, и вообще это самое, вступай в единую Россию, тебе дадут какую-нибудь там эту должность, скажут, вот Дунцова там это популярный молодой политик, сделает из себя, может даже депутатку какую-нибудь сделают, там Госдумы, вот, всякое возможно. А она решила создать какую-то оппозиционную партию, причем там у них сотрудничество было, кстати, с тем же там Надеждином, вот, и вот поскольку она это не поняла, то ее будут закапывать, потому что все, значит, выборы прошли, теперь играться ни в какую демократию не надо, теперь есть 6 лет до ближайшей процедуры, вот, ну, она надеется, конечно, что там будут выборы какие-то региональные, что там будут выборы какие-то в Государственную Думу, и чего-нибудь у нее там получится, точно так же, как Надеждин. Вот, но на самом деле все это закончится тем, что ее посадят туда же, где Яшин. Спасибо вам огромное. Очень интересный эфир получился. Спасибо. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok